Как же мы классифицируем с вами эпилептический синдром или как мы должны правильно назвать ту болезнь, которая сопровождается эпилептическими приступами? Давайте с вами посмотрим на определение пациента, у которого мы должны подозревать эпилепсию. Что это такое? Мы должны констатировать факт, что у данного пациента есть предрасположенность к эпилептическим припадкам, то есть он генерирует и эта генерация приступов есть некое постоянство. Поэтому для животных критерием подозрения на эпилепсию является два или больше не спровоцированных приступов в течение более чем 24 часа. Должен быть разрыв. Почему? Потому что представьте себе, сколько много болезней могут сопровождаться приступами. И для того, чтобы нам отличить, что это действительно свойство мозга, а ничего более, ни отравление, ни солнечный тепловой удар, что-то иное, мы должны увидеть, что в нормальных условиях, то есть нет никакой провокации, нет перегрева, нет падения глюкозы и прочее, прочее. Вот мы видим, что организм сам готов проявлять вот эти вот припадки. Так вот, много болезней, как я уже упомянула, могут сопровождаться приступами. Но как их всех друг с другом сопоставить, есть ли какие-то общие критерии, есть ли какие-то общие нозологические группы, или мы должны каждую болезнь называть отдельно, там, допустим, почечная недостаточность, сопровождаемая приступами эпилепсии и прочее, прочее. Этот аспект давно волновал умы и гуманитарных врачей и исследователей, ну и, соответственно, ветеринарных тоже. И поначалу классификации эпилептических приступов была основана прежде всего на этиологии, то есть на их причине, почему они возникли из-за опухоли мозга, из-за гематомы мозга, это врожденное состояние, генетически обусловленное. Вот с этим должна была разобраться этиологическая классификация. В нашей неврологической практике очень многое значит такая аббревиатура, такая мнемоника, как витамин Д или можно его по-другому называть Дамнит ТВ. Что зашифровано под этим витамином Д? Прежде всего комбинация этих букв составляет первичные буквы, первые буквы названий группы болезней. Например, Д или дегенеративные. К сожалению, все это происходит от английских слов и в русском языке не все буквы совпадают с английскими по первой буковке, но некоторые совпадают, как, например, Д, дегенеративные заболевания. Они отличаются чем-то своим по течению. Например, это обычно хроническое, всегда прогрессирующее, но обычно медленно прогрессирующее заболевание. Точно так же у остальных подгрупп, как то аномалии развития, метаболические или алиментарные причины, неопластические, воспалительные или инфекционные, идиопатические, токсические, травматические и сосудистые. У каждой из этой подгруппы есть свое возникновение и течение. Средняя колонка – это самое ключевое, на что мы опираемся именно в поиске предполагаемой причины присоединения к какой-то определенной группе заболеваний. Как вы видите здесь на графике, у каждой из этой подгруппы, но вот здесь автор использует больше мнемонику Дамнит ТВ, чертовое телевидение, если так можно перевести на русский. Он использует эту мнемонику, и мы видим, что, допустим, по тяжести, это у нас вертикальная ось, и по времени эти болезни, эти группы болезней имеют разные графики. Наша задача неврологического, анамнезоневрологического осмотра, понять, как развивалась вот эта болезнь, прогрессирующая, она регрессирующая, периодическая и так далее. И мы присоокупляем ее, присоединяем к какой-то вот одной из подгрупп. Как я уже упомянула, первые буквы у нас английские, данная мнемоника наоборот. Мне больше нравится витамин Д, потому что здесь есть больше подкатегорий и разделены две буковки и идиопатические заболевания, группа идиопатических заболеваний, группа воспалительных заболеваний, инфлеметрии. Поэтому здесь эти градации на самом деле объективно нужное количество. Итак, чем же были отзнаменованы страдания человечества в плане оформления все это в табличную форму, в какие-то нозологические подгруппы? Эпилептический синдром, упомянутый мной в прошлом блоке классификации Международной лиги по борьбе с эпилепсией ЛАЭ, до 1981 года выглядел так. С обнячком стояла идиопатическая эпилепсия, где у нас, собственно говоря, превалирующими являются генетические факторы, как причина для припадков, и экстраполированная из гуманитарной медицины на ветеринарную, это порода животного играет роль, возраст от 6 месяцев до 6 лет, где вероятность генетических факторов, как причины эпилепсии, более высока, потому что эпилептогенезу нужно время, если это врожденные факторы, да, то есть это не меньше, чем 6 месяцев условно считается, хотя есть исключения, о них мы поговорим позже, вот, ну и после 6 лет возрастает уже вероятность других нарушений, уже там каких-то возрастных, дегенеративных, частота опухолей, или энцефалопатия, она возрастает после 6-летнего возраста. Конечно, приветствуется наличие семейного анамнеза, если его можно отследить, и главное, что это пациент абсолютно здоровый между приступами, то есть не выявляется никаких отклонений от нормы. Дальше симптоматическую эпилепсию делили на две подгруппы, как первичную, это когда какие-то приобретенные факторы в мозге являлись следствием, причиной эпилептогенеза, и, например, это опухоли, гематомы, энцефалиты какие-то, воспалительные заболевания мозга и прочее, 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 интрокраниальной патологии внутри черепа, с мозгом что-то случилось. И вторичной эпилепсией называли состояние мозга под воздействием нарушений вне головы, то есть это болезни органов эндокринной системы, электролитные нарушения болезней почек, печени, энцефалопатии, то есть по сути мы должны были бы назвать вторичной эпилепсией судороги у кота на фоне почечной недостаточности, на фоне интоксикации. Конечно, такая классификация не удовлетворяла врачей практических, она не давала понимания вообще эпилепсии или какого-то временного состояния и прочее, прочее. После 1981 года до 1989 классификация была изменена с учетом вот таких вот интересных моментов, и отсюда, как вы видите, из этих подгрупп выпадает полностью вторичная эпилепсия. Так перестали говорить, выделили ее в отдельный судорожный синдром, так сказать, то есть вообще исключили из классификации эпилепсии. Идиопатическая осталась идиопатическая, она опять подразумевала генетические факторы, опиралась на породу, возраст, семейный анамнез и отсутствие отклонения от нормы. Симптоматическая эпилепсия в себя вобрала то, что раньше назывались первичной эпилепсией, то есть интракраниальные проблемы, генерирующие припадки опухоли мозга, энцефалиты и так далее. И появилась такая немножко странная нозология, криптогенная эпилепсия, то есть это эпилепсия, такой буфер для врача, который давал возможность в сложных случаях поставить какой-то опорный диагноз, предварительный. Например, это могла быть идиопатическая эпилепсия, основная на генетических факторах, но развилась она не в тот срок, который нужно, либо раньше 6 месяцев, либо же после 6 лет. Например, лаборадора предрасположенная порода генетически к истиной эпилепсии к идиопатической, и вот в 10 лет у него припадки начались. Да, у него может быть опухоль мозга, мы делаем ММРТ, мы видим его мозг в порядке, но у него есть эпилепсия, она не вписывается по номенклатуре в критерии идиопатической. Мы можем в таком случае оперировать термином криптогенная. То же самое, допустим, для какого-нибудь йоркширского терьера, у которого на первом месте выступали бы структурные изменения, мы больше думаем за какие-то гидроцефалии или мальформации мозга, то, что характерно для породы, и считаем их причиной эпилепсии. Но мы делаем это ММРТ и видим, как ни странно, у него в порядке мозг, мы не находим изменений структурных, нет никаких у него и неврологических клинически значимых сдвигов и прочее. Мы понимаем, что это, скорее всего, действительно идиопатическая эпилепсия, но непредрасположенность породы к именно генетической эпилепсии, такая более серьезная, чем масса других пород, нам оставляет право написать, что это подозрение на криптогенную эпилепсию. Криптогенная эпилепсия в итоге, в любом случае, уже после жизни, возможно, животного, пациента, должна быть отнесена либо к идиопатической, либо к симптоматической, рано или поздно выявим причину, но, к сожалению, не всегда так получалось. И, естественно, даже эта классификация не могла удовлетворить надобность практических врачей. И постепенно, несмотря на то, что эпилепсия – это пазл, который еще не собрали, до сих пор эта классификация несовершенна, и даже есть такая предварительная договоренность каждые 5 лет, даже если нет серьезных на то оснований, пересматривать нюансы классификации для того, чтобы ее совершенствовать и совершенствовать, современная классификация выглядит теперь подобным образом. В 2010 году она была принята у людей, Лигой по борьбе с эпилепсией, и где-то с 2015 года, скорее чуть раньше, но в более узких кругах, она была транслирована, экстраполирована в ветеринарную медицину. Так вот, вот эти три градации идиопатической, симптоматической и криптогенной эпилепсии превратились, трансполировались, идиопатической эпилепсией в генетическую эпилепсию. Симптоматическая стала структурной или метаболической. Если помните, то во втором этапе вот эту метаболическую эпилепсию, то есть назвали судорожным синдромом и вынесли за рамки эпилепсии. Здесь она вновь появляется, то есть это разные метаболические изменения, будь то почечная недостаточность, эндокринные нарушения, отравление и так далее, которые могут заставить мозг стать эпилептическим, то есть заставить его генерировать припадки. Это теперь называется метаболическая эпилепсия. Криптогенную эпилепсию же заменила идиопатическая эпилепсия. То есть по сути дела, если вот так говорить, то получается, что идиопатическая эпилепсия, она полностью должна называться идиопатической эпилепсией с неизвестной причиной, то есть масломасляная, идиопатическая, идиопатическая, как иногда шутку называемые умы, но ее отличие от генетической эпилепсии кардинальное. Мы немножко поговорим об этом позже. Возможно, симптоматическая эпилепсия еще остается у нас как нозология, как диагноз ветеринарной практики, мы можем написать криптогенную эпилепсию, особенно это касается у кошек, у которых очень сложно что-либо доказать, структурное, но оно очень нами подозревается и сложности в диагностике, сложности просто в исключении диагнозов. Реактивные судороги, может быть термин использован для описания метаболической эпилепсии, то есть мы можем сказать как метаболическая эпилепсия у животного, у которого происходят судороги вследствие отравления, так можем написать реактивные, как следствие реакции организма, фиаско мозга перед токсином. И есть еще рефлекторные судороги, тоже отдельная нозологическая единица, это уже у нас попытка внедрить отдельные эпилептические синдромы, как и в гуманитарной медицине, где разновидности идиопатической эпилепсии известно очень много, генетической эпилепсии. И вот рефлекторные судороги один из вариантов такой в старой нозологии истинной эпилепсии, а в нашей нозологии это должна быть генетическая эпилепсия. Что же такое, почему нет знака равенства между идиопатической и генетической эпилепсией? Дело в том, что вот эта идиопатическая эпилепсия, она на самом деле имеет причину. Просто если вы помните из определения, то эпилепсия это способность организма генерировать припадки. Сам организм здоров, то есть у него изменение нейрональной сети произошло вне нашего поля зрения, мы не можем на это посмотреть глазами клинициста никак. Только увидеть это может быть после смерти, при исследованиях на стекле и так далее, там дисбаланс нейронов и прочее. И мы с вами не можем отличить это животное прижизненно. То есть мы его обследуем, он выглядит полностью как генетический эпилептик. То есть он здоров, он может только эпизодически выдавать приступы, но его нейрональная сеть почему-то изменилась. Мы не видим этих мелких структурных изменений. Почему? Это может быть болезнь, которая на самом деле является структурной причиной, как то болезнь накопления. То есть это генетические болезни, которые сопровождаются эпилептическими проявлениями. Но они не только эпилепсия. К примеру, болезнь Лафоры, которая предполагает, ее механизм развития связан с тем, что клетки нервной системы зашлаковываются субстратом, который они не могут переработать. Они как бы замусориваются. Мы это можем увидеть только гистологически, только на стекле. Это замусоривание. А клинически у нас могут быть только припадки. Поэтому, когда мы говорим о диопатической эпилепсии, мы должны про себя думать, что какое-то есть это обоснование материальное, проблемы с мозгом, но мы не сможем его доказать прижизненно или практически не сможем. А вот генетическая эпилепсия, здесь у нас подсказки больше аномнистические. То есть характерная порода, характерный возраст, характерное течение, все чисто на МРТ. Есть на электроэнцефалограмме, если мы ее выполнили, определенные изменения. Вот здесь мы говорим генетическая эпилепсия. Надеюсь, понятно, как отличаются эти две нозологические формы, которые приняты на сегодняшний момент. Что нужно сказать по поводу все-таки отличия между человеком и животным? Оно радикальное и заключается в том, что у животных нет возможности говорить. У них отсутствует с нами вербальный контакт. Многие моменты классификации клинической у людей в эпилепсии базируются на вербальном контакте. Так или иначе, это анамнез, какие-то данные, которые человек может сообщить о своих чувствах во время припадка, после или до. Так и речевая деятельность во время приступа. Это все важно. Но у нас нет возможности получить эту информацию. Это составляет определенные сложности. И, как правило, мы опираемся на собственную интерпретацию. Порой она зависит уже, она весьма субъективно зависит и от опыта, и от фантазии, наличие каких-то таких вот чисто даже человеческих способностей интерпретировать это видео. И мы можем, на самом деле, до сих пор сильно ошибаться с причислением того или иного приступа к различным его категориям. На что можно было бы опираться? Электроэнцефалограмма, которая показала бы вот этих клеток бунтарей, откуда все начинается. Особенно если это за апсектальный, то есть в течение приступа электроэнцефалограмма, или незадолго до него, вот это вот самое такое золотое время. Но ЭЭГ в клинической практике у ветеринарных неврологов не большое место занимает, потому что это достаточно трудоемкая процедура, и она считается инвазивной, потому что она делается либо подседацией, либо даже там короткой анестезией из-за постановки электродов, из-за особенностей организма животного. Поэтому, к сожалению, она практически нулевой вклад вносит в классификацию приступов у животных на сегодняшний момент. Как такой третий фактор, но на самом деле немаловажный, все-таки это больше продвижение научной части, да, то, что нужно для понимания в целом эпилепсии, как классифицировать припадки, как к ней подходить. Мы же практические врачи, и в большинстве случаев это коммерческая организация, в общем-то некоммерческих у нас практически нет, поэтому владельцы наших пациентов, они заинтересованы в лечебной помощи конкретному пациенту, а не в продвижении науки, и, естественно, они могут отказываться от диагностических обследований, если они не очень-то и целесообразны для помощи конкретному пациенту, и врач с этим не может не согласиться. И самое-самое главное, на чем сейчас базируются критерии классификации приступов клинических у Лиги по борьбе с эпилепсией, в гуманитарной медицине, у человеческих врачей, это наличие или отсутствие сознания, даже не полностью сознания, здесь у нас с вами критериев тоже достаточно, и мы можем на них опираться, а скорее такого феномена, как осознанность, то есть потеря осознанности во время приступа, на нем очень много, что базируется, но, опять же, отсутствие вербального контакта, очень затрудняет понимание нам вот этой вот, собственно, части припадка. И это то, что нашу ветеринарную классификацию делает пока очень грубой, приблизительной и порой ошибочной, но, к сожалению, это издержки времени, это издержки возможности нашей диагностики, и я очень надеюсь, что они временные. В целом, использование классификации, предложенной нам в гуманитарной медицине, является очень полезным и помогает врачам стандартизировать подходы и смотреть с одинакового угла зрения на одинаковые болезни, на нозологии, которые сейчас у нас присутствуют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова